приветствую всех любителей вышивки я к вам с видео о покупочках и у меня на этот раз кубки из двух магазинов это первый я брала улюсиль ссылочки обязательно эти магазины я оставлю такой был у меня подарок тоже приятно и что же я покупала там я ниточки финка перле покупала 12 и 16 номер 12 номер покупала за буду выкладывать и показываем 12 номер я покупала такие вот как они называются меланж или multicolor вот 16 номер покупала который потоньше они есть только вот однотонные покупались эти ниточки понятное дело на шовчиковые схемы я купила себе две схемы замечательные авторские и вот эти вот ниточки купила именно для этих двух схем так это все уже у нас 16 однотонная замечательные работы такие меланже у меня получилось 3 конечно у меня не было карты вот этих ниточек финка я только вот по фотографиям каким-то определялась что-то покупала как видите вот и как выбрала так выбрала я кстати не ожидала что вот это вот настолько такая будет разница между двумя цветами но мне нравится мне очень нравится как это выглядит вот это вот однотонные 16 номер они по такие потоньше идут ниточки с удовольствием конечно попробую вышивать ими именно шовчиковые схемы также для этих шовчиковых схем я купила еще ниточки вот покажу вам поближе анкор марлит посмотрите какая да прелесть они отличаются они такие я бы сказала более жесткие чем нитки сатин дмс но тем не менее они великолепно блестят и я тоже вот купила для дизайна шовчикового еще также хотела попробовать тоже анкор такой вот мультикалор как видите здесь такие вот цвета и не знаете хорошо поближе покажу вам вот как он выглядит видите какой ровненький есть еще в этом магазине я купила вот такую канву лен 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 динтажный такого шикарного оттенка до 900 рублей то есть в других магазинах я уже видела пить кусок 50 на 70 уже за 1300 и за 1400 уже не скажу конечно что очень смешные деньги но достаточно такая вкусная цена я считаю вот он был фаст такой зеленый с разводами у меня есть определенная задумка что на нем вышивать когда она будет реализовываться я вам обязательно конечно расскажу что это такое вот а я давайте покажу вам покупку из другого магазина это магазин наташи шелковая нить называется здесь я купила три отреза льна был все был фасу 32 кому это мне нужны были эти кусочки на миробилии которую я буду вышивать вот такие кусочки это такой вот лен с люрексом свет я бы сказала молочный и вот эту ткань я хочу покрасить попробовать потому что хочу вышивать на этой ткани русалку видела как это выше вышивается в основном американских конечно блогеров видела как будто не на конве на льне ручного крашения вот вышивают и именно вот таким люрексом то есть вот глубины моря смотрится конечно но бесподобно мне очень понравилось это вот эти два кусочка у меня идет под тоже под феечку не под одну королеву потом поближе вам расскажу также вот приобрела здесь в виспер 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 правильно так как это немецкая фирма все-таки да тоже под королеву одну кроме пока что льна и виспер ничего на нее не покупала но хотя конечно люблю все сразу купить но достаточно такая хорошая цена наташа на виде какой-то шармик не был подарен наташей вот сколько я второй раз все покупаю в этом магазине и вот второй раз и вот каждый раз на какой-то подарочек приятный тоже кладет очень приятно спасибо вот такие у меня были замечательные покупки много все такое красивое все такое знать очень бирюзовая много-много пирюзов знаете мне так нравятся вот эти цвета я просто в полном восторге еще конечно я купила у сель белого 3 ма . марлит но уже убрала на проект потому что собираю я на один проект уже замечательный великолепный ниточки тоже как-нибудь в отдельном видео вам обязательно это все расскажу вот такие у меня были покупки магазинов у сель и шелковая нить надеюсь вам было интересно понравилось я в полном восторге от этих не так еще кстати я у люсиль покупала ниточки виспер но тоже уже убрала в определенный проект и гораздо позже вам наверное уже покажу очень интересный проект и очень для меня волнующий миробилия очень много мне понравилось из как-то вот не обращала я не понимаю как я вообще раньше не обращала внимание на этот на эти дизайны то есть но посмотрев несколько которые мне не особенно понравились возможно вот как-то вот я королевам очень равнодушно но зато все остальные там вот русалки я почти всех хочу вышить русалок мне очень нравится феечки как минимум три даже по мне 4 феечки хочу обожаю очень мне нравится когда еще знаете если ты бы какие-то наборы очень быстро находите отшивы ту миробилия она как-то вот может быть россии не столь просто популярна и отшивы довольно сложно найти а глядя на схемы на титульные листы на превью вот этих сюжетов как-то я не вдохновлялась потому что не представляла что это такое не видела ни материалов ни отшива в толком и мне казалось ничего особо интересного и нет увидев же отшивы крупным планом и особенно когда вот я видела американские блогеры они меняют вот эту зеленую оливковую канву на такую вот ручную окрашение и получается такие русалки на фоне глубоких вод или там лазурных вот это вот ну просто что-то такое чудесное получается в итоге так что я не осталась равнодушной и конечно все сразу это скупать не будут достаточно дорогие по материалам наборы получаются вот но я уже говорила что на три сюжета я себе уже собрала не удержалась конечно лимит вы выбрала опять вперед и буду потихоньку вам конечно эти наборы показывать и я очень надеюсь что один из них ближайшем будущем я обязательно начну ну вот теперь точно уже все я наговорилась в слазь еще раз про миробильные кому-то они нравятся кому-то не нравится кто-то восхищенный болеет ими кто-то говорит что это фи а вот я для себя это открыла вот как будто глаза заново открыла и очень и мне именно еще нравятся материалы вот эти которые там и хочется именно вот оригинальным материалом вышивать но пока у меня на этом наконец то уже все счастливых всем покупок удачных покупок и волшебных проектов пусть вышивка доставляет вам только удовольствие пока пока с вами была оксана дериза